Всем привет! Вы на канале BioBlog. Сегодня мы поговорим на такую тему, как заработок в СРР. Какой состав собрать? Сколько он стоит? Какую тактику лучше выбрать? И какие тактики вообще бывают? Поэтому, если ты новичок, то это видео прям для тебя будет муа! А пока подпишись на канал, поставь лайк и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А мы начинаем! За долгий путь в СРР я уже определил для себя, для своих учеников, ну и также, конечно, для вас, любимых зрителей, несколько тактик и стратегий в развитии проекта СРР, то есть личного развития и личного заработка в нем. Как я говорил в прошлых видео, есть два аспекта, на которых можно заработать. Первый — это участие в фэнтези-лиге и зарабатывание там призов, то есть если в WorldStar играем, то там прям есть минимальный порог, за который нам дают эфир, и также мы можем попадать в награды и забирать карты. Также есть и второй вектор развития, он называется трансферный рынок, то есть мы на трансферном рынке покупаем игроков и перепродаем их чуть-чуть дороже. Но здесь тоже не все совсем просто, тут также есть какие-то определенные тактики, которых мы можем придерживаться. Давайте начнем с самого интересного и интригующего аспекта — это зарабатывание призов в фэнтези-лиге, то есть наша фэнтези-лига, в которую мы собираем свой состав. Сколько стоит собрать хороший состав, чтобы попадать в призы? Первая тактика, которую я хочу вам рассказать, которую я прозвал «минимальный бюджет», то есть мы заходим на этот рынок с минимальным нашим бюджетом. Средняя стоимость состава — примерно 100 долларов. Этот состав состоит из четырех редких карт и одной комоновской обычной белой карты, которая будет у нас с голкипером. Но тут есть важный аспект. Когда вы делаете драфт карт, которые вы выбираете на самом начале при регистрации в проекте, важно выбрать хорошего голкипера, который в дальнейшем вам будет приносить хотя бы 20-30 очков. Потому что когда вы уже покинете руки лик, ваши комоновские карты, которые белые, которые вы получили при самой регистрации, будут резаться на 50%. То есть если ваш игрок наберет 50 очков, то вы получите только 25. Какие четыре карты мы можем выбрать всего на 100 долларов? Обязательно берем себе два защитника, потому что это самая дешевая позиция в игре Сурер. Хорошего качественного защитника мы можем купить примерно за 25 долларов. Например, Георгий Джеке. То есть неплохой защитник, который в среднем набирает 45-50 очков и иногда может набрать там 80. То есть ниже 45-50 он не опускается у нас. Что это для нас очень большой плюс. Также берем полузащитника и нападающего из команд, которые являются среднячками и не входят в чемпион-лигу. То есть где играют топ-5 чемпионатов, потому что там слишком дорогие игроки за счет того, что мало клубов, естественно мало игроков и они стоят дороже. Потому что мы не можем участвовать без этих игроков в чемпион-лиге. Каких полузащитников мы можем выбрать? Допустим, можем взять какого-нибудь опорного полузащитника из среднячка бельгийской лиги, либо может азиатской или того же РПЛ и поставить его в состав. То есть среднячки, приносящие в среднем 40-45 очков, являются опорниками. Потому что средняки в основном играют от защиты и у него большое количество ТТД идет в матче. То есть 40-45 очков он спокойно может набрать. Основной игрок, который является опорным полузащитником. И стоит он примерно так же 25 долларов. Также хочу сказать, что на рынок молодых игроков вы тоже можете сразу закрыть глаза. Потому что вряд ли вы за 25 долларов найдете хорошего молодого игрока. Например, того же Николу Влашича, который забивает очень много. Но о нем мы чуть позже поговорим. То есть мы рассматриваем игроков, которым уже от 25 до 30 плюс лет. Потому что если 30 плюс лет, то они стоят, естественно, дешево. И они могут набирать очень много очков. Допустим, вот ввели недавно Фенербахче. И оттуда очень много игроков есть, которым там 34-35. И они набирают по 70-80 очков, а стоят порядка 30 долларов. То есть очень хороший вариант. Также выбираем нападающего, который не сильно забивной. Но приносит стабильно 40-45 очков. Возможно, он когда-то выходит на замену. Возможно, когда-то выходит замена. Как яркий пример, можем взять игрока из Михелина Никола Шторм. Этот игрок стоит также 20-25 долларов. Он набирает в среднем 40 очков. Голы он забивает, ну, может, раз в 3-4 матча. Или же отдает голевую передачу, за что нам даются 60 очков. Итого, собрав вот этих игроков, которые стоят всего-навсего по 25, по 30, может где-то по 20 долларов. Мы сможем с вами набирать в среднем 205-210 очков. То есть попадать под минимальный порог Лиги Олд Стар. Тем самым зарабатывая каждую геймвик по 5 долларов. Естественно, мы не сможем с вами попадать прям 100% в каждый геймвик. Но с вероятностью в 75% мы попадем под минимальный порог. И если взять временной отрезок, то средняя окупаемость нашего состава составит 25 игровых недель. Возможно, наша окупаемость увеличится или же наоборот уменьшится по времени. Возможно, мы попадем в призовые места, где выдается награда карта Тир-3. И сможем окупить сразу почти полностью состав. Теперь перейдем ко второй тактике, которую я называю Среднячок. Лично я ее сам использую. В чем заключается суть данной тактики? Мы собираем теперь уже полностью состав. И делаем акцент больше уже на нападающих и полузащитников. То есть, либо покупаем два полузащитника, либо два нападающих. Здесь наш состав уже стоит примерно 400-500 долларов. Естественно, самая дорогая покупка у нас будет здесь голкипер. Лучше всего выбрать качественного, хорошего голкипера. Можно выбрать в возрасте, потому что голкиперы в возрасте, естественно, будут дешевле. Если взять для сравнения старого и молодого голкипера, допустим, Игоря Кенфеев, вам обойдется примерно 100-150 долларов. Как на тот момент Андрей Лунёв, которому 26 лет, он обойдется вам чуть дороже, то есть 175-200 долларов. Но сейчас наша главная задача – собрать и укомплектовать полностью состав. Возможно, в призах нам попадется голкипер, который чуть моложе и, возможно, даже чуть лучше. И мы его сможем поставить в состав. Также покупаем хорошего защитника, который нам обойдется примерно 50-75 долларов. В хорошие защитники набирают в среднем 70 очков за геймвик. Как пример, мы можем взять Мурило из Локомотива, Чёрлоку, также из Локомотива, или Самуэля Жига из московского Спартака. Полузащитников мы уже смотрим на основополагающих, через которых идет игра. Потому что неважно, в какой команде играет ваш полузащитник, если через него идет игра, то в среднем он всегда наберет 45-50 очков. Если сможет отдать ассист, то наберет гораздо больше. Как за пример, мы можем рассмотреть из Михелина Роба Шувса. Игрок, который, неважно, как его и команда играет, в среднем набирает 50-55 очков. Что для нас, в принципе, хорошо. Также, если он отдаст голевую передачу или сам забьет гол, что бывает там раз в 4-5 игр, то он принесет нам гораздо больше очков. И мы сможем попасть в призовые места. Нападающих мы тоже рассматриваем теперь чуть лучше. То есть не прям идеальных, которые забивают чуть ли не каждую игру или отдают голевые передачи. Но которые регулярно могут забить гол. То есть такие, как Исакель Понсе, Андрош Порар из Спортинга и многие другие. Но учтите, молодые нападающие стоят довольно-таки дорого. И тем самым наш состав выходит на 400-500 долларов. И за счет этого мы можем спокойно занимать призовые места в лиге All-Star. То есть если в среднем наши игроки будут набирать 55-60 очков, то мы попадаем под второй порог, который нам принесет уже в призовой фонд 10 долларов. И по моим успехам каждый второй геймвик вы залетаете в призовое место, при котором вам полагается карта Тир 3, которую вы сможете продать примерно за 20 долларов. Примерно каждый десятый геймвик ваша команда выстреливает, и вы залетаете на призовые места под Тир 2, а возможно даже залетите под Тир 1. И естественно вы сможете продать карточку примерно так же за 100 долларов, либо же поставить этого игрока себе в состав, потому что он будет вам приносить тоже неплохие очки. И теперь усредним. То есть ваша окупаемость вашего состава составит примерно 20-25 игровых недель, наравне как с первой тактикой. Но здесь вы можете также попытать свою удачу и заработать довольно-таки ценные призы, возможно даже попасть в карточку Тир 1, и тем самым заработаете и окупите гораздо быстрее. То есть данная тактика выглядит намного привлекательней. То есть потратить 500 долларов на команду, и спустя пару месяцев уже можно окупить данный состав при грамотном подходе и выборе игроков. Третья тактика, которую я называю грамотный выбор. Здесь мы уже выбираем хороших игроков, которые регулярно забивают, но не являются какими-то масштабными звездами, типа Неймара, Мбаппе, Криштиана Роналда. То есть мы выбираем хороших игроков, которые приносят практически каждый геймвик. Набранные результативные действия могут набрать и 100 очков, и 90, и 80. Допустим, берем нападающего Джордана Ларсена, который стоит в среднем 200 долларов, то он набирает всегда каждый геймвик от 60 до 80 очков. Иногда выстреливает, набирает 80. Ну и естественно, бывают иногда геймвики, когда он набирает 40, то есть никуда от этого мы не можем убежать. И выбираем систему образующих полузащитников. Например, если взять Порту, то это Серхио Оливейро, Отавио, либо же Хесус Корона. Игроки тоже в среднем набирают от 60 и более очков, и играют главную роль в своей команде. Такие игроки вам тоже обойдутся примерно в 200-250 долларов. Также выбираем двух полузащитников, либо нападающих, потому что если наши нападающие наберут 100 очков, то мы можем очутиться в хороших призовых местах, и выиграть очень хорошую награду. И выбираем также хорошего защитника, который также стоит опять-таки 50-75 долларов. То есть, если вы перепрыгнули со второй тактики на третью, то этот защитник у вас может остаться в вашей обойме. И хороший голкипер, то есть также вы можете оставить того же Игоря Кенфеева или же Антона Шунина. Но главное, чтобы подобрать именно под ваш геймвик. Если у вас будет пару-тройку игроков, которых вы можете подменить, потому что у кого-то сложный матч, а у кого-то там возможно травма, то это будет прям оптимальным решением. Примерная стоимость данного состава ориентировочно полторы тысячи долларов. Если у вас идет средняя статистика, каждый матч вы не выскакиваете и не выстреливают ваши игроки, то в среднем окупаемость у вас составит 30-35 игровых недель. Но также у вас есть большой шанс занять призовые места, занять первое, второе или третье место, благодаря которому вы сможете получить карту Тир 0, где вам может попасться тот же Криштиано Роналдо, и также до 200 долларов. И четвертая финальная тактика на старте, которую я называю Звездная болезнь. То есть, мы заходим уже с большим кошельком сразу сюда и скупаем всех звездных игроков, которых только можем приобрести себе. То есть, сюда входят Неймар, Баппе, Криштиано Роналдо, Кейлор Навас, то есть, все звездные игроки, которых мы знаем, которые стоят примерно от 500 и выше долларов. Мы их скупаем, ставим в состав и надеемся на хорошие награды. Но по статистике очень мало игроков, которые пользуются данной тактикой, у которых есть данные игроки в составе, попадают в топ-3 места. Потому что обычно данные игроки, либо кто-то один из них отдыхает, либо же наоборот, сделал очень плохой результат. Средняя окупаемость данного состава составит у вас примерно 50-40 игровых недель. То есть, возможно, это будет быстрее, так как все-таки у нас звезды, и возможно, звезды у нас сойдутся, что наберут в один миг 100 очков. Мы наберем максимальный балл в Сорер, и сможем занять призовое место и получить еще одну звезду, продать ее также дорого и окупить частично свой состав. Но опять-таки, если брать предыдущую тактику «Грамотный выбор» и «Звездную», то, естественно, лучше сделать грамотный выбор и выбрать реально грамотных и правильных игроков, которые могут принести нам нужное количество очков. И не будет так сильно обидно, если мы попадем в призовое место, где выдается карта Тир-2 или Тир-3. Теперь давайте перейдем к трансферному рынку. Вроде кажется банально, покупай игрока, бери его, выставляй на трансферный рынок и перепродавай. Что здесь может быть сложного и какие тактики могут быть здесь? Но теперь давайте более подробно с этим разберемся. Первая тактика, которая называется масс-маркет. Лично я придумал эти названия, нигде этих названий нет, я их ввожу. Если хотите, можете их называть совсем по-другому. То есть, мы покупаем игроков, которые стоят немного дешевле, чем средняя рыночная стоимость этого же игрока. И ставим по средней рыночной стоимости. Когда я начинал работать с трансферным рынком в самом старте проекта, я мог выбрать такого игрока, найти на трансферном рынке. Но каждого 15-го, наверное, мог купить дешевле средней стоимости на рынке и продать его чуть дороже. Сейчас уже, наверное, где-то один из 30 игроков вам, может быть, попадется. Но не забывайте, количество менеджеров растет. Растет также людей, которые зарабатывают исключительно на трансферном рынке. И, возможно, данная тактика скоро устареет. Но она до сей поры не теряет своей актуальности. Заключается она опять-таки в том, что мы покупаем у игрока чуть дешевле, продаем его чуть дороже. Мы можем продавать как старых игроков, так и молодых. То есть, неважно, какую стоимость они имеют, могут стоить 10 долларов, а могут стоить 1000 долларов. То есть, вопрос, сколько у нас есть на данный момент на нашем счете с ОРР. Вторая тактика. Я ей дал название селекционер. То есть, здесь мы уже выбираем игроков, которые сейчас сидят на лавке. В основном, это игроки моложе 23 лет, которые еще не успели себе ярко проявить. Но мы смотрели, там, может, игры молодежных команд, или просто знаем на слух хотя бы эту фамилию, или надеемся на этого парня, что он в скором времени выстрелит. Мы можем купить его, там, ну, за считанные копейки, там, за 20-25 долларов. Если, там, очень крутой игрок, который на слуху урвал всех на молодежных чемпионатах мира или Европы, то он будет стоить порядка 100 долларов. Но, опять-таки, сейчас он не играет. Мы его покупаем и продаем уже в тот момент, когда данный игрок начинает играть. Будь он в аренде, или же просто вышел в основном составе в своем клубе и закрепился в нем. То есть, цена сразу залетит в 3, а то и в 4 раза. Очень хороший вариант, но есть один минус. Придется ждать, возможно, год, возможно, 2, а возможно, и 5 лет. Третья тактика, которую я назвал футбольный клуб Ростов. Я не хочу никак обидеть клуб, но есть у него такая политика, что он покупает, либо подписывает игроков, которые не нужны клубам. Либо это игроки травмированные, либо по какой-то той или иной причине с ними клуб не захотел продлевать контракты. И Ростов их забирает бесплатно. То есть, здесь мы уже покупаем игроков, у которых серьезные травмы. Допустим, взять сейчас Дмитрия Баринова, у которого разорваны кресты. Восстановление у него продлится примерно полгода-год. И, естественно, сейчас его цена прям самая минимальная. Мы покупаем этого игрока за 10-15 долларов. И когда он уже вернется в строй, мы продадим его за 20-30-40 долларов. Возможно, даже там и за 50. Вопрос, как он заиграет. И таких игроков очень много. Тот же Кобо, который сейчас в Андерлекте, до этого он стоил примерно 100-150 долларов. Сейчас его можно купить за 20 долларов. То есть, он упал больше, чем на 7 раз, потому что он порвал кресты. То есть, когда он вернется и вернется в той же форме, то он будет опять стоить 100-150 долларов. Возможно, мы покупаем также игроков, которые сейчас сидят на лавке и собираются уходить из клуба. То есть, мы ждем тот момент, когда этот игрок покинет клуб и заиграет на новом уровне. И будет приносить также много очков. Поэтому эту тактику можете для себя приберечь. И также поискать игроков, которые травмированы, забрать их себе или же которые сидят на лавке. И в следующем году уже обогатиться на этом. Четвертая тактика — это арендатор. Данная тактика актуальна только в открытой трансферной рынке. То есть, когда в реальном времени открыт трансферный рынок, мы как судорожные сидим и читаем все новости, все трансферные слухи. И как только видим игрока, который есть в проекте Сорер, который сидит на скамейке или же нигде не заигран, приносит мало очков, потому что это не его клуб, то мы его сразу покупаем. И надеемся на трансферный слух. Если этот игрок уйдет в аренду или его купит какой-нибудь другой клуб, где он заиграет, то он, естественно, станет также дороже. И мы сможем на этом заработать. Но здесь вы можете ошибиться, допустим, как с Аркадиушем Меликом, который собирался перейти в другой клуб. Все уже ждали, было почти готово подписание, но Мелику не понравился ни один из этих клубов, а Наполе взяли и отзаявили данного игрока. Теперь Аркадиуш Мелик стоит маленьких денег. Кстати, его можно прикупить на дальнейший срок. Когда он заиграет, он будет стоить дороже. Но, а по факту, игрок сидит и курит нервно в сторонке. Но здесь также можно продать по себестоимости данного игрока. Я думаю, покупателя по себестоимости всегда можно найти. Пятый вариант – это работник вторичного рынка. Вторичный рынок тоже иногда бывает прибыльным делом. Да, с аукциона, естественно, будет дешевле купить. Потому что многие покупают с аукциона и потом, естественно, на вторичном рынке продают. На вторичном рынке, кажется, ну, нужно покупать только игроков, которых прямо вот сейчас хочешь и все. Нет, на вторичный рынок очень много игроков выгружается, когда заканчивается игровая неделя и выдаются призы. Просто ненужных игроков менеджеры скидывают по заниженной стоимости. И мы можем купить данного игрока и перепродать его со временем чуть дороже. И шестой вариант, который немного неправильный, на мой взгляд. Но раньше он приносил многим менеджерам большие деньги, которые называются мискликер. Мы отправляем другим менеджерам прямые предложения с запросом с заниженной стоимостью. Если раньше это можно было сделать в один клик, то есть согласиться или отказаться, и просто люди делали мисклик и отправляли, образно говоря, Криштиана Роналда за 10 долларов, то сейчас нужно сделать три клика, что очень усугубляет. И находятся такие менеджеры, которые все равно нажимают, соглашаются и продают Криштиана Роналда за 10 долларов. Но, я думаю, такие уже вряд ли где-то покажутся. Допустим, вы нашли какого-то хорошего игрока для себя. Он стоит в среднем 100 долларов на трансферном рынке, на вторичке. Вы можете отправить всем игрокам, всем менеджерам, которых есть данный игрок, запросы за 75 долларов. Купили потом его, и также потом перепродаете его за 100 долларов. Возможно, менеджеру этот игрок не нужен. Он увидит, что вы хотите предложить 75 долларов, не увидит вторичный рынок, и продаст вам данного игрока. А вы на этом заработаете. Также вы можете совмещать все тактики и подходы в трансферном рынке, скупать и перепродавать игроков. И я желаю вам, естественно, удачи, чтобы это было прибыльным делом для вас. Ну а так, пишите в комментарии, какой тактикой из моих предложенных вы пользуетесь. Может, есть у вас какая-то уникальная тактика, и вы сможете поделиться с аудиторией. А мне будет интересно почитать, все-таки, к какой тактике вы относитесь, и что вы больше предпочитаете. Ну а так, спасибо за просмотр. Всем пока!